К мысу радости Сиреневых птиц Все равно, где бы мы Не причалили Не поднять нам сталь Ресни Сиреневых птиц 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 Он мне не мог дать ответ. Настолько был эрудированный человек, интересовался абсолютно всем. И все ему хотелось рассказать, все ему хотелось мне передать, чтобы я была более образованным человеком. Море книг у нас было, причем это были редчайшие книги, академические издания. И Пушкин, и Данте, и Витя с тигровой шкурой. С такими огромными, прекрасными иллюстрациями. Вот эти книги, конечно, заложили у меня любовь к чтению. Мой отец просто был уникальным человеком. В том смысле, что вот ночью, открою глаза, он режет гравюры своей доски, печатает. В пять часов утра он уже в саду. Так любил дом, так любил сад. Мог подшить валенки после войны. Своими руками. Мог прибить набойку. Мог перенести крыльцо в доме. Веранду строил вместе с одним рабочим. То есть такой человек, что он умел, ну, я не знаю, абсолютно все. И интересовался всем. И коллекция монет, и коллекция книжных знаков, и коллекция марок. Все это было. Он заложил и основы моего характера. Он был очень такой скромный. Всегда старался где-то быть так тихо, спокойно, в стороне. Никогда он не выпячивался. Никогда он ничем не хвалился. И среди его друзей были даже очень простые люди. Обыкновенные люди, с которыми он всегда находил общий язык. С которыми он всегда как-то дружил. И его любили. Мне его очень не хватает. Хоть я уже тоже далеко не девочка. Отметила 70 лет в конце марта. Кажется, что он вот с нами и должен быть всегда. Субтитры сделал DimaTorzok Николай Федорович Тычина, отец Анатолия, умер рано. А только не было еще и года. И воспитывала его Мария Флориановна, мать художника. Его родная тетка Флора учила грамоте по польским подручникам и произведениям Генрика Сенкевича и Адама Мицкевича. Он закончил начальную высшую школу в Шауляе. А в 1910 году в доме появился квартирант художник Севастьянов. Толик очень любил рисовать, увлекался рисованием. И художник Севастьянов обучил его азам рисования. В 1911 году, а Анатолий Тычинин был 14, он принял участие в сельскохозяйственной выставке, которая открывалась в Шауляе. Он представил свои пейзажи, этюды и копии работ, произведений великих мастеров. Кстати, на этой выставке выставил свои работы и великий Чурленис. Анатолий Тычинин был удостоен диплома за участие в выставке. И некто Зубов, организатор выставки, решил за свои деньги послать талантливого юношу учиться в Пензенское художественное училище. Одно из лучших училищ в России. Он учился в Пензенском училище, потом в Омском училище, а в 1922 году Анатолий Тычинин приезжает в Минск. И начинается один из самых интересных периодов его творческой жизни. Это был действительно насыщенный период, очень богатый энергетически. И он делает удивительные вещи. Во-первых, он занимается графикой, он занимается экслибрисом, он увлекается театром, он работает консультантом в музеях каторги и ссылки, в музее революции, работает в Институте белорусской культуры, ездит в этнографические экспедиции. И самое главное, начинает очень плодотворно работать в области книжной графики. Он иллюстрирует книгу Янки Мавра «Человек идет» и издание поэмы Янки Купалы над рекой Оресы, а потом произведения Труса, Глебки, Пушкина, Гюго и многих других известных писателей. Он участвует в 1928 году и с успехом в международной лейпсовской выставке книжной графики. Все интересно, все хочется узнать, а он обладал удивительным качеством характера, дойти до сути того, чем он увлекался, что он делал и что он любил. 1941 год, война, оккупация, оккупацию он пережил в Минске и ничем себя не уронил, ничем себя не опозорил. В 1944 году освобождение, он возвращается к своей работе и после войны, сразу после войны, три его работы были куплены Третьяковской галереей, а это уже был успех и признание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сравнивать графику начал 21 века с той, что делал Анатолий Николаевич Тычино, создавал Николай Анатольевич Тычино в начале 20 века, в середине 20 века. Не надо и не нужно, потому что это разное время, это разные люди, разное образование, воспитание и мировоззрение. Но когда смотришь на его цветные линогравюры, то понимаешь, что самое главное в этом, во всем, это любовь, это чувство любви. Без любви нельзя было все это создать. И на его линогравюрах, например, Минск, он всегда выглядит праздничным, торжественным, светлым, красивым в будни и в дни красные календаря, вечером и утром в разные поры года. Проспект Сталина, улица Советская, дом офицеров, библиотека Ленина, набережная Свислочи. А его экслибрисы, он был непревзойденным мастером экслибриса. Его книжные иллюстрации, особенно иллюстрации к детским книгам. Он был уверен и правильно был уверен в том, что детей нужно воспитывать доброй красотой пейзажи, натюрморты. Все естественно, все дышит жизнью. Во всем есть душа. А как известно, без души нет настоящего таланта. Субтитры создавал DimaTorzok Я вышла замуж за своего педагога. Он преподавал нас в школе рисования. Я говорила, что я хочу учиться. Да-да, пожалуйста. Он не возражал. И через год я поступила в театральное, в наше белорусское театральное училище. Училась 4 года. Многие тягости нашей жизни он брал на себя. Он растил дочь. Его мама жила с нами. Потом он привез к нам мою маму. Потому что она осталась одна. Вот у нас собралась семья. Анатолий Николаевич, Аллочка и две наши мамы. Мы жили очень счастливо. Мы жили очень дружно. Анатолий Николаевич очень много работал. Очень много ездил. Целый ряд работ по рекам Белоруссии. Много показывал труд человека. Очень любил город. Очень любил Минск. Все новшества. Первый же дом. Первый же парк. Первый трамвай и троллейбус. Весь наш чудесный Минск. Во всех почти его работа. Его называют певец Минска. Да, это правда. Он был очень внимательный человек. За всю нашу жизнь, вот 53 года, он ни разу не повысил голоса. Он никогда меня не обидел. Он всегда, когда я поздно возвращалась с театра, с работы, он всегда бежал меня встретить. Всегда проверит мою роль. Посмотрит, поговорит о ней. Он сидит, работает, сработает. Потом закончит работу и зовет меня. Он звал меня Рыжик. Рыжик, ну, иди посмотри. Ну как, я уже закончила работу. Я подхожу и говорю, вот если это немножко убрать, все будет хорошо. Вот ты придумала. Я говорю, ну, как хочешь, ну, как хочешь. Проходит какое-то время, он приходит, говорит, ну, посмотри сейчас. Я говорю, ну, вот это то, что надо. Обнимет, поцелует руки. Я поцелую его. И снова мы продолжали нашу счастливую жизнь до конца наших дней. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Со своей женой Зинаидой, Зинаидой Семеновной, он знакомился дважды. Так уже получилось. Она училась в элитной школе, в Белорусской исследовательской школе Минска. В ней в то время учились дети известных партийных деятелей и деятели культуры. Червякова, Желуновича, Александровской, Колоса. Он преподавал рисование. Ей было 14, ему намного больше. Она не любила рисование, и это его очень раздражало. На уроках рисования она писала стихи. Потом прошло время, и совершенно случайно, через три года они встретились. Ей было 17, ему 34. Он ее не узнал. Потом была еще одна случайная встреча, а потом уже были встречи не случайные. В 35-м году они поженились, а в 37-м году у них родилась дочь Алла. Вместе 53 года. Вспоминая Анатолия Николаевича, Зинаида Семеновна сказала, что за всю долгую супружескую жизнь она не слышала от него ни слова упрека, она не видела и не слышала от него грубости, и была счастлива все эти долгие годы. Он был человеком очень интеллигентным, терпеливым, выдержанным. И даже когда у него что-то не ладилось по работе, он никогда не перекладывал на плечи своих домочадцев свои проблемы. При всей своей интеллигентности и мягкости он был человеком твердых принципов и убеждений, и кто-то из художников, не помню кто, сказал о нем так. Он никогда не терял себя. Музыка В час бежит худка. Во всех выпадках життя человеча передо мной фолиант, у яким собраны зорочки нашей выявленчей культуры за всю нашу историю. Серед тих зорочек, які адышлі ад нас, але светіць ровна і моцна, і выпрямяніваюць світло, про то, що в цих годах, що нас разлучаюць, є зорка, мастака Анатолія Миколаїча Тычыны. Мне одноразово пришлось асустракацца з Анатоліем Миколаїчем. Хотел би назначыць його високу інтеллигентність, яго теплые адносіны да молодзі, і він уважлива за все до нас слухав, калі ми штось ці хателі ў яго даведацца, і адказував. Гэта був перет, калі і молодзь ў першыню, вывучаюча свою гісторію, далучалася да старейшого мастака, не толькі формальна, але душою і серцем слухала тое, што ян мог нам рассказаць. Калі закончылася вайна, то всею душою гэты майстра припав до того адновлення, якое адбывалася ў країне і адбывалася ў Мінску. І ось ця серія яго, каторую ми потім обачыли на персональна яго выставці, експозиція адкрыла вельмі цікавы пласт ў нашай національна культура, калі ми цэльна обачыли мастака. І яго стіплаць, як он ўсё стараўся розказаць, як он ўсё стараўся паказаць, як он працаваў над екс-либрэсамі. І пасля таго, як ўже выставка адчынілася, і яна прагучала выставка, і он чраз некий термін прынёс і падарваў мне кніжечку екс-либрэсамі. Цікава, шо там былі уклеяны оригіналы екс-либрэсамі. І он мне написав дарвальную надпись, і гэта кніжка ў мене, як такі релікт, от таго часу, заховаецца да сёняшня дня. Можна сказаць, што ён тачына стаяў гэтым на прамку як пачатковец, хаця былі ўйск-либрэсы 19-го астагодзе беларуске, але вот пасля вайны і да ваенны час прайорецэт належаў ў яму. Гэтые мастаки дали макчымасць стартовай пляцовкі для нашай культуры графічны ў пасля ваенны час. Сутыкнэння з гэтай асобай, ну, оставила ў душе вельмі тёплость леўтки. Субтитры подогнал «Симон» Анатолий Николаевич Тычина умер 22 декабря 1986 года, не дожив до своего 90-летнего юбилея всего несколько месяцев. То, что он сделал для развития белорусского изобразительного искусства, неповторимо и бесценно. Правда, все это его творчество, его таланты специально были не признаны никак, ни наград, ни званий, так бывает. Но в успехах современной белорусской графики, в ее победах есть его победа и его успех, потому что все идет от его начала, от его творческого начала и таланта. И об этом не стоит забывать. Как гласит вечная мудрость, вспомните, кем вы стали, но никогда не забывайте, кем вы были. Он об этом никогда не забывал. Этот талантливый художник, благодарный и благородный человек Анатолий Николаевич Тычина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok